Здравствуйте! В эфире информационный выпуск программы «События». В студии работает Наталья Рулёва. В преддверии единого дня голосования в регионе продолжаются встречи депутатов в трудовых коллективах. 20 декабря с работниками жилищно-коммунального хозяйства встретился депутат районного совета депутатов 28-го созыва по западному избирательному округу Михаил Найдич. Обращаясь к присутствующим, Михаил Иванович отметил, что электоральная кампания 2024 станет крупнейшей за всю историю независимой Беларуси. 25 февраля, в единый день голосования, впервые мы будем избирать депутатов всех уровней. Принять участие в выборах – долг каждого гражданина, ведь именно от нас зависит дальнейшее развитие нашего государства, а значит, комфорт и благополучие всех граждан. Госэнергогазнадзор предупреждает, что в зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымовой трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается. Если дымоход не утеплен и сильно охлаждается, возникает повышенная конденсация водяных паров на внутренних поверхностях стенок дымовой трубы. Влага впитывается в стенки трубы, что вызывает отсыревание кладки и под действием низких температур образуются ледовые пробки в верхних участках дымохода. В зимнее время, не реже одного раза в месяц, а также в период резкого понижения температуры наружного воздуха, собственники жилых домов должны проводить осмотр оголовков домовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки. Не менее опасное для здоровья и жизни человека состояние – это отравление угарным газом. Угарный газ опасен тем, что не имеет цвета, запаха и вкуса, поэтому определить его наличие в атмосфере очень трудно, а порой невозможно. В Сморгоне открылись елочные базары. Ежедневно, кроме 25 декабря, на торговых площадках Сморгонского опытного лесхоза можно приобрести зеленую красавицу на свой вкус. Подробнее в следующем репортаже. С утра мы привозим штук 30, после того, как продается какое-то количество, если идет торг, люди покупают, то довозятся елочки обязательно еще, чтобы был у людей выбор, чтобы могли выбрать ту, которую хотят. Как правило, за день, за два до продажи. Чтобы постояли, они вырубаются, слаживаются в небольшой гараж и вывозятся сюда по 30 штучек за раз примерно. В основном от метра до двух, потому что берут сильно высокие, это только кто-то там на улице, большие дома, а если в квартиру, в общежитии, то берут такие вот примерно, вот такую, такие вот. От метра до двух выбирают елочки. У нас выбор большой, и пушистый, и пониже, и повыше. И елки у нас очень красивые, выбор есть. А я выбрала елочку, хорошее качество сегодня, очень красивые елочки, такие все пушистые, разных размеров. Есть выбор, можно выбрать отличную на праздник новогодний. Каждый год мы ставим живую елку. Особо ставим не очень высокую елку, ну и не маленькую, такую среднего размера, больше метра. Вот, ну мы считаем, что это самый хороший размер для елки, такой самый более праздничный новогодний. Живую из лесу мы предпочитаем, ну так вот, так у нас. Мне нравится, что она вот и пахнет, особенно первые дни, очень хороший такой вкусный запах ели. Ну и более какое-то праздничное настроение. Может быть, конечно, и зря, что мы не любим искусственное, но вот как-то так повелось. У нас в семье, мы с мужем 20 лет живем, каждый год покупаем живую елку. Нормальные цены, я думаю, что можно купить елочку, ну и за, для нас нормально. Ангел в твоем сердце. Под таким названием открылась благотворительная выставка рисунков в Историко-Краеведческом музее. На выставке представлено более 100 работ учащихся художественное отделение Детской школы искусств имени Михаила Клеофаса Агинского. Акция проходит в поддержку детей, которые нуждаются в лечении, покупке медицинских препаратов, а также тех, кто остался без родителей и нуждается в особой заботе и попечении. На мероприятии присутствовали ребята из гимназии и воспитанники социально-педагогического центра. Все собранные в ходе акции «Денежные средства» будут переданы на благотворительный счет Белорусского детского фонда. Выставка будет работать до 12 января. Денежные средства Белорусский детский фонд. Поможем детям с заболеванием нейробластома. Перечислить деньги можно в любом отделении банка через систему ERIP, сделав USSD-запрос на номер 222-40-решетка для абонентов МТС и А1, отсканировав QR-код, позвонив на благотворительную телефонную линию. Самое ценное в жизни – твоя семья, в которой ты рождаешься и которую создаешь. Счастливая семья – основа твоего жизненного успеха. Денежные средства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выходя из транспорта, она налево-направо должна крутиться. Эй, стой! Погоди! Из-за стоящего транспорта не выходи. Ходи и двигайся, едь по красоте. Обозначь себя фликером в темноте. Дети, покажем этим родителям, когда, где и как дорогу переходить им. Твоя безопасность, твой движ по правилам. Идет подписка на первое полугодие 2024 года. Подписаться на Светлый шлях можно во всех отделениях связи города и района, у почтальонов. С 5 января газета будет выходить один раз в неделю толстушкой на 24 страницы, чтобы в каждом номере максимально отражать жизнь Сморгони и всего нашего района. 24 декабря все христиане, празднующие Рождество по Григорианскому календарю, отмечают сочельник, собираются в семейном кругу, чтобы провести этот вечер вместе. Дорогие верники, мы находимся в моменте чекания одного самых великих свято, свято Божьего уцеловления. Коли мы вспоминаем той момент, коли маленький Христос народился у батлеемских яслях. Это особливый день памяти, день любови, день надеи и день так само семьи. Традыцына католики взбираются 24-го снежня за вигелейным столом. Йон особливым чыном позначены любовью и пробачэнням. Мы делимся традицыным хлебом оплаткой, читаем Евангелия Божьим нарачэнні, запаливаем свечку на столе на знак батлеемского огню зорки, якая обвязцила надзеюсяму свету. Паз ней у кругу сямьи мы спажываем постную вечеру, пасле якой идем на имшу пастырку. Начную святую эухарыстю, калі особливым чыном праславляем Бога за дар уцеловлення. Каляды гэта особливый день падяки Богу за тое, што Йон застаўся з нами. Божая нараджэння гэта пережывання особливой правды близкості Бога. Святый Францішек Асіскі ў 1223 годзе ў итальянскім горадзе Грэччо заснаваў першую батлейку. Тады перад алтаром на сені ён паклал фігурку нова нараджэнага хрыста. Іншых фігурак не було, Таму што святый Францішек хацел каб гэтымі фігурками замецт Юзефа, Марии і каралёў, таксама пастушкоў, былі вернікі, які сабраліся на эухарысты. Тым самым святый хацел падкрэслиць асабливую еднаць цуду Божага ўцеловлення і цуду эухарысты. Таму для нас эухарыстычная хвяра гэта асабливый момент, калі на нова нараджаецца Хрыстус. А калі мы ўпоўні ўдзельничаем ў эухарыстычной ахвяры, то Хрыстус нараджаецца ў наших сэрцах. У парафіі святога Михала Арханёла каляднае святкавання распачнецца традицынными святымі імшамі пастырками, які будуть цэлібравацца ў нашым кастёле 24-го Снежня. Першая пастырка будзе цэлібравацца ў 20.00. Другая ў 22.00. Наступная – апоўночы. 25-го Снежня ў нашым кастёле святыя эухарысты будзь а наступных адзінах – 10.00, 13.00 і 18.00. Другі дзень свята ў 26-го Снежня святыя імшы ў 8.00, 10.00, 13.00 і 18.00. Дарагі вернікі, запрашаю вас праўстіна эухарыстыю. Бо каляды – гэта на першы місцы Бог, а пазні ўсе нашыя святочныя прыгатаванні, падарункі і сталы. Жадаю вам, дарагія браты і шостры, каб Хрыстус пасапраўднаму нарадзіўся ў вашых сэрцах, каб вашыя сэрцы былі прыгожыя Богам, любоўю, надзеўі і прабачыўнім. Хрыстус нарадзіўся, славім Його. Каждая семья – маленькая страна. Мы вместе живем, делимся опытом, идем к целям. Важно знать и учитывать планы и стремление каждого. В Беларусі проходит социальне исследование о семье, работе і повседневной жизни. Результаты покажут, как і почему беларусы принимают важные решения. Это поможет создавать планы развития страны в интересах всех поколений. Участие добровольное, без указания имени и адреса. Расскажите о вашем поколении. В гололед носите обувь с микропористой или ребристой подошвой. Пожилым людям стоит использовать трость с резиновым наконечником или заостренными шипами. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю стопу. Избегайте резких движений, смотрите под ноги. Находясь за рулем автомобиля, двигайтесь медленно. Избегайте резких разгонов, поворотов, тормозите прерывисто, соблюдайте дистанцию. В выходные дни погода в Сморгонском районе будет определять теряющую активность штормовой циклон Золтан, который будет заполняться холодным воздухом. Температурный фон будет понижаться. Осадки перейдут в снег, мокрый снег. При порывистом ветром местами ожидаются слабые метели. На дорогах – гололедица. В субботу облачно. Временами пройдет мокрый снег, слабая метель. Ветер юго-западный с порывами до 12-14 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток около нуля. В воскресенье – облачно с прояснениями. В ночные часы местами пройдет снег, слабая метель. Ночью – 0,2. Днем также – 0,2. Кратковременный снег на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный до порывистого. В понедельник ночные часы под влиянием повышенного атмосферного давления обойдется без осадков. Температура воздуха – минус 2, минус 4. Утром и днем погода вновь ухудшится. Ожидается снег, переходящий в дождь. Ветер западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Временами гололедица. Температура воздуха во второй половине дня повысится до плюс 1-3 градусов тепла. Во вторник в течение суток – 0,2. Пройдут кратковременные осадки. Порывистый западный ветер. Особенно сильным он будет в ночные часы. Это были все темы на сегодня. Мы прощаемся с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова